У нас сегодня довольно большая тема Значит, для начала повторения всего связанного со строками Ну так, беглой строкой про строки Строка с точки зрения питона является константной последовательностью Вам не слишком темно вот в этом углу? Нормально, да? Ну окей Является константной последовательностью То есть штукой, по которой можно пройти итератором То есть у строки, давайте мы прям сразу и будем это разглядывать У строки есть, давайте, вот какая-нибудь строка У строки есть метод iter Который возвращает прямо итератор по элементам строки У строки есть и метод getItem, который позволяет индексировать ее А также извлекать из нее сечение всевозможное Точно так же, как мы это делали со списками и Кортежами Вот У строки Короче говоря, она ведет себя как самая обычная последовательность Но есть два отличия От самой обычной последовательности Оба отличия такие достаточно удобные И вполне себе очевидные Но Они делают строку Стандартный тип строка Несколько не таким, как, ну допустим, стандартный тип Байтовая строка Скажем Вот Эти отличия Это То, что элементом строки является строка Мы с вами, по-моему Вот такое делали Да? А, ну да Вот То есть мы брали пятый элемент строки Пятым элементом строки является строка Поэтому у этой строки есть всегда нулевой элемент Мы даже можем сечение взять Ну, понятно, что оно пустое Потому что индекс выходит за рамки Вот Это сделано за тем, чтобы не вводить какой-то отдельный новый тип Это сделано за тем, чтобы можно было достаточно легко оперировать строками В том числе и единичной длины Вот А еще вторая особенность строки является то, что Везде, где в последовательностях используется поиск элемента последовательности Помните Операция сравнения in Метод индекс Который возвращает индекс По которому находится соответствующий элемент Во всех этих случаях в строке может происходить поиск не только элемента Но и под строки То есть поиск под последовательности в последовательности Такого для кортежей и списков мы не видели Вот Ну, что-то типа того вот у нас есть Это Напустим С точка индекс Ф большое, а маленькое Вот В общем, обратите внимание Да, если я напишу что-нибудь вот такое Созвучу я случайно Вот Я нажал, честное слово, нажал первую попавшуюся клавишу То Действительно Индекс себя поведет точно так же То есть скажет, что Соответствующего элемента нет Да Это не поиск элемента Это поиск под последовательности Что, конечно же, удобно И в прошлый раз, помнится, кто-то с места спрашивал Какой алгоритм используется Используется эффективный алгоритм Алгоритм Забыл, как Он чего-то имени То ли z-функция, то ли функция свертки используется Ну, в общем То ли префикс функции используется при этом В общем, он Имеет линейную сложность Да, мы знаем, что Классический поиск Под последовательностью В последовательности Такой вот Реализованный Так, как мы Думаем, что он реализован Имеет В общем случае Сложность квадратичную Ну, вот С некоторыми Мелкими Хитростями Он имеет Сложность Линейную Да, вот Смотрите, а можно как-нибудь Изменить один элемент строки? Строка Это константный Тип данных Изменять ее нельзя Вот Вы можете Сгенерировать новую строку На основе старой Не вопрос Чтобы изменить один элемент строки Ну Давайте Диктуете мне Вот у меня есть строка Я хочу вместо буквы ф Поставить букву Ну, не знаю Ку Диктуете Как хотите Вы Продиктуете мне выражение Чтобы на экране появилась Строка ASD QASD 0, 1, 2 Да, 3 Да, 3 Дальше Ага Все так Спасибо большое Вот Вы, наверное, хотели этого Даже если вы пишете что-то типа S плюс равно Там, не знаю Ку-ку На самом деле Это раскрывается В Создании новой строки И перекидывание ссылки С имени Имени S Со старой строки На новую Вот Кстати сказать Мы знаем такой тип данных Для которых Операция плюс равно Работает по-другому Что это за тип данных Список Да, в случае списка Вместо того Чтобы генерировать Новый объект Модифицируется текущий Просто выполняется Операция append Вот И мы даже это проверяли Что у нас идентификация равна Окей Что еще нам нужно знать Про строки Про строки Мы еще разобрали Целую кучу строковых методов Волшебных Совершенно Потому что Часть из них Совершенно непонятно Зачем тут появились Ну всякие Преобразования Первых букв слов Большие Вот это все Не вполне очевидное Вот Но тем не менее Оно тут есть А еще тут есть Всякие очень удобные Всякие очень удобные методы Наиболее удобные Разумеется Это Split И Join Которым мы не применили Воспользоваться Ну Также очень неплох Метод Допустим Replace Который заменяет Одну под строку На другую Ну и в общем В общем Довольно Много интересного Готовит нам Приготовил уже Нам Гвид Значит В своих строковых дар Вот Наконец Помимо Строковых Собственных элементов Которые Хранятся В питоне У питона У ей Внутри В питоне Хранятся В кодировке Unicode Кажется Двухбайтный Есть возможность Сделать трехбайтный При сборке При компиляции Но я честно Не помню Какой именно Сейчас По умолчанию Вот А Это же мы можем Всегда проверить Не ос А сис Виноват Импорт Сис Ос Связано с операционной системой Сис Связано не с операционной системой А с системой Самого питона Так вот Сис.get SizeOf От чего там От s Выдаст нам 58 байтов Это на самом деле Ничего не значит Потому что 58 байтов Включает в себя всякий описатель Этой строки Место где длина хранится Еще чего-то Но вот если мы напишем s плюс равно Ну допустим А О смотрите как Если вы используете Если вы используете Если ваша строка состоит Исключительно из Латинских букв То используется Плотная упаковка Используются Вообще Аски представления А вот если вы напишете s плюс равно И Это была А латинская Вот Я хотел поставить Вот Я не прав Я хотел здесь Поставить Русские буквы Не поставил Ну ладно И Вот Вы внезапно увидите Сколько Что Она перекодировалась Уже в настоящий Ни-код Теперь занимает 96 байтов Ну и соответственно Сейчас будет 98 Вот Два байта Два байта Каждой символ Вот Ой Я хочу обратно Так вот Помимо Строк Которые хранятся В кодировке Unicode Двухбайтный И соответственно Преобразуются В вашу кодировку Которую Используют Ваши операционные системы Ну в частности В случае питона В УТФ-8 Они преобразуются В УТФ-8 Как вы помните Это такая Непонятно Скольки байтная кодировка Часть символов Там 1 байтная Часть 2 байтная В этой 4 байтной Разные Ну так вот С такими строками Очень удобно работать В них Гарантируется Алфавитный порядок Алфавитный порядок БУФ Вот Несмотря на их Кодировку То есть А больше Б Ну давайте попробуем Сравнить две строки Не знаю Кажется мы не сравнили Строки с вами До прошлой лекции Вот давайте сравним Значит Меньше чем ВСД Ну это конечно False А нет True Понятно Да Помните Алгоритм сравнения По То что называется Лексикографический Сравнивается поэлементной Если один элемент Меньше другого То сразу меньше Ну так вот А меньше Б И вообще Меньше любой буквы Вот там Не знаю Д Вот И то же самое То же самое Гарантируется Для русских букв Что вообще говоря Не следует ни из чего Кроме Кроме Нашего убеждения Кроме нашего знания Об алфавите Ну не знаю Там какой-нибудь фуй Да С Вот Более того Как мне кажется Как мне кажется Стандарт русских букв Боюсь соврать Но Мне кажется Стандарт русских букв Повелевает сравнивать их Вне зависимости от регистра А нет Я ошибся Ну значит Значит Буквы маленькие Меньше чем буквы большие Вот В этом-то все и дело Да Давайте Давайте проверим Давайте проверим Интересно же Там что Е Е Меньше Ю Тру Ж Меньше Ю Тоже Тру Опаньки Что же это они Бессовестные люди Я думаю Что больше будет больше Слушайте Я так не играю Эти люди Эти люди Игнорируют букву Йо Неприятные Неприятные люди Вот они Делают нам плохо Ладно По крайней мере Для всех остальных Букв включает Твердый знак Это дело Поддерживается Ну так вот Смотрите Реально Эти буквы Совершенно не обязаны Их кодировка Их Юникод Их номер В Юникоде Совершенно не обязаны Быть упорядоченным Это мы знаем Что они упорядочены В нашем алфавите Вот Поэтому Вообще Работа С строками В питоне Это довольно удобная Штука Вот Когда мы Собственно Хотим Видеть буквы Цифры Ну короче Когда мы хотим Видеть элементы Текста Если же Мы собираемся Работать с байтами А вовсе Не с элементами Текста То конечно Строки в питоне Это не очень удобная вещь И гораздо Правильнее Пользоваться Так называемыми Байтными строками Которые отличаются От обычных строк Только тем Что У них вначале Стоит буква Б И Давайте посмотрим И размер у них Ну опять таки 40 Это потому что Там еще описатель строки В начале Вот давайте мы Прибавим 1 байт Одну букву И увидим Что прибавился 1 байт То есть Байтовая строка На той байтовой Что каждый Ее элемент Это 1 байт Более того Эта байтовая строка Давайте мы ее Куда-нибудь Куда-нибудь присвоим Какой-нибудь Ее элементом Является байт То есть Маленькое целое число В отличие от строки Элементом которой Является строка Ну вот примерно Такое Да Значит Вот это И последнее Что хочется Да Значит Не только Еще Несмотря на то Что байтовая строка Это Такой массив байтов Он поддерживает Практически все Методы Которые мы знаем Про обычную строку Вот И наконец Поскольку Байтовая строка Это такой специфический Тип данных Про который как раз Часто хочется Залезть туда Грязными пальцами И что-то такое поменять Так что Помимо Константной Байтовой строки Есть еще Тип Который называется Байт-рей И который Переменный Вот Мы не можем Написать Скажем так Б Второе Равняется нулю Не можем А вот если мы Напишем Байт-рей Под б Вот То вот Вот это мы можем Перегрузить Вполне Большое спасибо Ну вот Вот он Представленный В таком волшебном виде В виде Шестеричного Кода Ну потому что Символ с кодом Ноль на экране Вывести нельзя Он непечатный Поэтому пишется Бэкслэш Икс И дальше Две шестеричные цифры Обозначающие Этот код Вот Чтобы закрыть Эту тему Повторения Прошлого Скажу что Для того чтобы Преобразовать Байтовую строку В строку И обратно Нужно знать В какой собственно Кодировке Эта строка Находится Потому что По ней В отличие от УТФ Про который Понятно Что там за буква Если у вас есть Какие-то байты Вы вообще не знаете Это русские буквы Китайские Польские Вот Или Если вы знаете Что это русские буквы Вы не знаете Собственно В какой кодировке Это русские буквы Ни с чего не следует Что это кодировка Допустим КОИ-8 Или ЦП-12-51 И так же Поэтому Если вы захотите Преобразовать Какую-то байтовую строку В В обычную Вам нужно Допустим Пописать Стр от б Стр от б Вот Б точка Тустринг Какой-нибудь Тоже нет Не помню Слушайте Забыл А Господин Код и декод Что я несу Так вот Если вы хотите Преобразовать строку В Байтовую строку В обычную Вы должны ее Декодировать Из той кодировки В которой она находится Вот B Точка Декод Ну скажем Аски А По умолчанию Кажется Работает Да Та кодировка Которая у вас По умолчанию Какая-нибудь Импорт Локали Локаль Дет Локаль По-моему так О Вот Та кодировка Которая сейчас Используется по умолчанию С ней можно поработать За это отвечает Модуль локали Вот Ру Ру Д 8 Козировка Вот Все На этом я заканчиваю Повторение А то оно и так затянулось Значит Теперь В планах у меня еще Разбор домашних заданий Потому что Это домашние задания Уже не самые простые Да Это домашние задания Лекции номер 4 А нынче у нас Лекции номер сколько 7 Ну вот значит Да Которая Про Функции генератора Да Так Здесь совершенно ничего сложного нет Дело в том что Я лично решал эту задачу так Я сгенерировал Такие пятерки чисел А именно Индексы Соответствующих строк При том что Индексы Значит Я имею ввиду задачу Про Определить 4 на 4 Я сгенерировал такие пятерки чисел А именно Индексы Соответствующих строк При том что Столбцы Нумеруются 0,1,2,3 И Знак на который Надо умножать Соответствующее Произведение Вот Зависящее От количества Инверсий Это одна команда На питоне Правда вот такая В два экрана Потом я подумал что Мы с вами не проходили Такие модули Тртулз И поэтому Будет нечестно Если я Этот генерат В смысле так Если я этот код Который генерирую Вставлю В программу свою Поэтому я вместо нее Вставил туда генерат Это всего 24 строки Там всего Н факториал же В этих самых Слагаемых Вот Это 24 строки В смысле 0,1,2,3,1 Да Значит Индексы подряд Инверсии нет Значит умножаем на 1 Дальше там 0,1,3,2 Минус 1 Ну и так дальше 24 раза Значит все возможные перестановки Вот После чего Проблем нету Вы вводите вот это Вы обращаетесь к этому Как к кортежу Кортежи И берете соответствующий элемент Соответствующий этому индексу В цикле И перемножаете Не вижу проблем Хотя Может быть стоит Показать решение Сейчас попробуем Для этого мне правда Надо будет его скачать Так Что нету Может не здесь Нету О как Неприятность Ну хорошо Нет Не покажу Обидно Обещаю в следующий раз Исправиться И показать Пример кода На лекции Здесь к сожалению А Может быть могу Стойте Может быть могу Может быть у меня здесь что-нибудь есть Ой Случайность Так Последняя попытка И продолжаем лекцию Если мне ничего не удастся Да что ж такое Нет Я не сдамся У меня еще одно место есть К сожалению у меня слишком много мест Где Еще одна машина Это машина На работе У меня И вот тут Тут все есть Так Окей Что там Где-то 4х4 Ну вот он Этот генерат В принципе Его несложно написать руками Ну там всего 24 строки И вот Ну и собственно Вот Вот все решение Вот Понимаете Да Мы проходим Эти пятерки И ЖКЛ Это индексы С это знак Просто суммируем Соответствующие произведения Все Вот Это не смешная совершенно задача Тут нужно было написать Функцию умножения Функцию сложения Дальше у вас все само заработает Вот Ну правда Все Вот решение Ну понятно Да Значит Поскольку нам разрешено Использовать UAL То UAL Вот этой Вот этой строки Будет работать всегда Хорошо и годно Если вы напишите Если вы напишите Эти две функции Прекрасные Причем они работают Как видите Спасибо Питону Работают для любых Типов данных Наших объектов А и Б Лишь бы Эти типы данных Поддерживали Сложение или умножение Вот Что касается Что касается Итератора с числом П То я думаю Что все будет понятно Если вы посмотрите На следующей лекции Я В материал Следующей лекции Вставил разбор Задач с итераторами Вот Загляните лучше туда Вот это и следующая задача С итераторами Загляните лучше туда Там Достаточно хорошо расписан Как мне кажется Способ Решения Такого рода задач Где нужно Где нужно Продить генератор Вот Оцените Оцените Насколько Меньше кода Приходится писать Когда вы Пользуетесь Генераторами Или скажем так Бесконечными генераторами То есть чем-то Ну Чем-то не требующим Обвязки Сейчас я попробую Показать Просто Вот это здесь было Да Где-то тут был В домашнем задании Во Нет Нет не здесь Видимо это было На прошлой лекции Вот тут Во Точно Суперпозиция генераторов Вот Вот Эту задачу Которую Кстати Входит Еджарж Она тут Предоставлена Вместе с решением Так что Здравствуйте Так что Проще это прочесть Чем сейчас разбирать Ну ладно Все Я Что-то как-то Вы уже и так Полчаса нашего времени Давайте все-таки К основной теме Возвращаться Выходим Отовсюду Это тоже Останавливаем Это останавливаем И вот сюда Возвращаемся Ой Тут у меня Немножко Говорили Не в планах Потому что Потому что Прежде чем Поговорить о двух новых Весьма полезном И очень полезном Типах данных Которые есть в питоне А мы еще Далеко не все Типы данных В питонских Рассмотрели Надо поговорить Немножко О О том Что такое Что такое Хэширование И хэшфункция Вот К сожалению У нас тут Не Лекции по программированию Поэтому Много времени Мы этому Уделить не сможем Но Я бы хотел Просто освежить Вашу память Соответствующую терминологию Чтобы было Чтобы не было Ничего чудесного В дальнейшем разговоре О множествах И словарях Которые в питоне Являются стандартными Типами Итак Хэширование Я Кстати В литературе Восьмидесятых Семидесятых Годов Встречал термин Вместо слова Хэш Слово Окрошка Вот Очень остроумно Но вызывает Неконтролируемую ситуацию Значит Так вот Хэш-функция Хэширование Как Математическая функция Это Преобразование Разумеется Неоднозначное Не взаимно Однозначное В одну сторону Однозначное В обратную Разумеется Нет Двух множеств Существенно Разной Существенно Разной Мощности Одно Большое Другое Меньше Разумеется Речь идет О конечных Множествах Просто одно Имеет Многое члены Другое Меньше Что важнее И это Свойство Хэширования Собственно И делает Это свойство Хэш-функции И делает ее Полезной В реальной жизни У нас Исходное Множество Область Определения Может быть Вполне Себе Такой Трудновычислимой Мощности Ну например Все строки В питоне Возможные Если бы Не ограничение По объему памяти Это было бы Вообще Не счетное Множество Не конечное Множество А счетное Все возможные Последовательности Вот Нет Все возможные Последовательности Это уже было бы Был бы Этот самый Континуум Не счетное Множество Ну окей Короче говоря С учетом Ограничений По памяти Это все-таки Множество Конечное Но вполне себе Огромных Огромной Мощности А результатом Работы Хэш-функции Над Множеством Всех строк Которые Представимы В питоне Было бы Вернее Результат работы Хэш-функции Над множеством Строк Является Число Прям число Ну определенного Объема Ну скажем Интеджер Такой вот Не длинный А обычный Чем это свойство Важно Нам Оно важно Тем что Мы можем С учетом Неоднозначности Обратного Преобразования То есть Одно и то же Число Может соответствовать Разным Строкам Вот С учетом Неоднозначности Пользоваться Все равно Для наших Дальнейших Действий Вот этим числом А не строкой А числом Пользоваться Гораздо удобнее Оно может служить Индексом Массива Например Ну или чем-то Таким Вот В принципе Хэш-функция Не обязана Быть преобразованием Чего-то В число Но вот Так уж повелось Что число Очень удобный Формат Для области Значений Хэш-функции И Говорить я буду Примерно про это Какие мы можем Захотеть А можем и не захотеть Свойства Чтобы эта самая Хэш-функция Имела Ну Для того О чем мы будем Говорить дальше А именно Для создания Так называемых Хэш-таблиц Очень важное Свойство Это равномерное Покрытие Области Значения Предположим У нас Область Определения Такая Ну Мы возьмем Мы возьмем Скажем Миллион Различных Объектов Питона Им бы Соответствовало Какое-то Число Какое-то Число Значений Хэш-функции Вот Если Эта Хэш-функция Достаточно С достаточно Широкой Область Определения Там вообще В идеале Должно быть Уникальное Соответствие Но разумеется Нам никто Не гарантирует Уникальное Соответствие Вот Но допустим Если у нас Область Определения Маленькая Ну знаешь Там тысяча Значений Да Тысячу к миллиону Совсем Миллион к тысяче Совершенно Очевидно Что У нас Будут Так называемые Коллизии Да Когда у нас Для разных Исходных Для разных Элементов Области Определения Будут Одинаковые Результат Работы Хэш-функции Так вот Равномерное Покрытие Означало Что Будет Означать Что в идеале Эта функция Которая Преобразует Миллион Значений В тысячи Значений На каждое Из этих Тысячи Значений Каждое Из этих Тысячи Значений Соответствовал Тысячу Исходных Объектов В действительности Конечно Так не бывает Чтобы ровно Тысяча Миллион Превращается В Вот Бывает По-другому Но Чем Вот это Преобразование Равномернее Тем удобнее Хэш-функции Для организации Хэш-таблиц Вот Если У нас Исходное Подножие Области Определения Не очень Большое Ну Например В нашей Программе Мы используем Какое-то Количество Объектов Это Количество Объектов В нашей Программе Штук Ну Например Их там Не знаю Десять тысяч Это Ничтожное Малое Число Просто Настолько Маленькое Что Если у нас Хорошая Хэш-функция Может так Случиться Что эти Наши Десять тысяч Константных Объектов А Хэшировать Можно только Константные Объекты Я про это Расскажу Ни разу Хэш-функции Для них Не совпадают Потому что Область Значений Это Здоровенное Целое Число Там 64-разрядное Ну Вариантов Мощность Области Значений На много Много Порядков Превышает Множество Тех Объектов Из области Определения Которые Мы взяли Сама Молость Определения А именно Все возможные Объекты Питона Она такая Актуальна Бесконечная То есть Всех Возможных Объектов Питона Столько Штук Мы Короче Это число Не сможем Записать Даже Я думаю Мы Не успеем Записать Последнюю Цифру Как умрем Вот И тем не менее Это формально Возможные Объекты А вот То подможенство Которое Используется Наша Программа Очень Маленькое Поэтому Поэтому Было бы Очень клево Если бы Наша Функция Хеширования Для вот Такого Небольшого Подмножества Области Определения Выдавала бы Вообще Уникальные Уникальные Хэши Вот Тогда их Можно было бы Использовать Для идентификации С некоторой Вероятностью Конечно Вот Еще одно Функция Еще одно Свойство Функции Хэширования Про которые Часто говорят Которое нам Не понадобится В сегодняшнем Разговоре Это Невосстановимость Исходного Объекта Из его Хэша Вот Это довольно Важно Ну например Для проверки Паролей Чтобы не светить Пароль Мы значит На стороне Клиентской Введенной Пароль Хэшируем Хэш Передаем На сторону Серверную И там Проверяем Сравниваем С хранящимся На сервере Хэшом Если они равны Пароль точно Был введен Как надо Ну или Пользователь Каким-то Чудесным образом Подобрал Другой Пароль У которого Такой же Хэш Что Вот Эти первые Два Свойства Вроде как Практически Элиминирует Такую ситуацию Вот Важно Что при передаче Хэша Не засветился Пароль А если Засветился Хэш Из него Нельзя Получить Пароль Вот Давайте Почитайте Документацию Она там Не самая Простая Мы сейчас До этого Дойдем Возможно Мы даже Увидим Ссылку На то место Где написано Какая Вот И последнее Свойство Которое Хотел Упомянуть Это Вот это Равномерное Покрытие Эта Равномерность Должна быть Довольно Специфической Представим Себе Все ту же Ситуацию Миллион Исходных Объектов Тысяча Хэш Значений Хэш Функции Предположим Эти миллионы Исходных Объектов Ну Не знаю Миллион Чисел Исходных Ну Вот Захотелось Нам так Сделать Казалось бы Очень неплохая Хэш Функция Это просто Взять Остаток Отделения На тысячу Да Или поделить На тысячу Ну что в общем Не важно Даже лучше Поделить На целом На тысячу Вот мы Поделили На целом На тысячу Наше число Да И поэтому У нас Для миллиона Чисел Получилось Тысяча Значений Хэш Функции Если мы Возьмем Миллион Случа Там Не знаю Пятьсот Случайных Чисел Из диапазона От нуля До миллиона У нас Будет Очень четко Во-первых Разномерно Покрыта Наша таблица В разных местах А во-вторых С очень большой Вероятностью Вот Будет Очень мало Коллизий Если они Вообще Будут Вот Если Повторяю Взять В качестве Хэш Функции Просто Поделить Миллион Исходных Значений 1000 В результате Поделить Просто На 1000 Но Если Они Будут Идти Подряд Эти Наши Исходные Числа Не Случайные А Подряд Ну Например Ну Не знаю Там От 12 От 12500 До 13500 То У нас Будет Ровно Два Значения Хэш Функции 12 и 13 Для Всех Этих Чисел Ват То есть Равномерность Равномерность Но Отдельно Надо бы Смотреть Чтобы Для Так Называемых Почти Похожих Объектов Из Области Определения Обеспечился Хороший Разброс В области Значения Это Нужно Тогда Когда Мы Хотим Чтобы Неравенство Неравенство В области Значения Когда Мы Хотим В Реал Это Будет Очень Часто Нужно В Реальной Жизни Мы Имеем Дело С Почти Похожим Объектом Почти Всегда Представьте Себе Хэширование Строки Строка Это Допустим Словарь Алфавитный Список Абонентный Справочник Сортированный По Именам И Фамилиям Да У вас Каких Кузнецовых Петров Или Сергеев Или Еще Кого Небудь Будет 100 500 Штук В этом Словаре Не дай Бог У вас Ваша Хэш Функция Плох Относится К Почти Похожим Элементам И Возвращает До них Одинаковый Хэш Понимаете Не очень Удобная Веча Вот Такие Вот дела Значит Чтобы Закончить С этим В Питоне Есть Функция Хэш Да Давайте Почитаем Может быть Нас Сразу Пошлю Топальное Место Если Не пошлют Я Доделаю Не пошлют Я Доделаю Тогда Материалы И Просто Найду Где-нибудь В интернетах Как Именно Реализован Хэш Питоне Вот Хэш В Питоне Функция Хэш Вот Она Существует Для Любых Константных Объектов Для Строк Обратите Внимание Что Разброс Достаточно Хороший Это Это Просто Очень большое Число Целое Кстати А что Будет Если Будет Вот Так Неа Разброс Вот Для чисел Знаете Что Сейчас Было Догадайтесь Одного Раза Вот Тут Ну Понятно Для Инта Очень Хорошим Хэшом Инта Является Инт Если У Нас Потому Что Область Определения Совпадает С Областью Значений Единственное Чего Мы Не Не Поддержим В данном Случа Это Разброс Но Никто Не Гарантировал Что Питоне Хэш Будет Крипто Стойким Здесь Никому Это Знать Не Нужно Нет Интеджер Как Интеджер Ограничен Размером Ячейки Как Хи В Какой-то Момент Интеджер Нечувствительно Превращается В Long Интеджер Который Просто Ничем Не Отличается С точки Зрения Операции В Питоне Да Вот Она Длинная Я думаю Что Когда Вы Напишите Long Инт Вы Получите Другое Значение Мне кажется Что это Все-таки Текущий Интеджер Я не знаю Кстати Является ли Он 32-битным На 32-битных Системах Надо Почитать Не буду Врать Надо Посмотреть Вот Да Интересно А какой-нибудь Какой-нибудь Тюпль Ну Как Обычно Вы Видите Да Что-то Там Такое Интересное Короче Говоря Не самая Простая Функция Вот Как Выяснить Ее Задача Обеспечить Хорошее Покрытие Инта При Хошировании И Обеспечить Отсутствие Коллизий В случае Почти Одинаковых Почти Одинаковых Элементов Области Определения Потому что Повторяю Почти Одинаковые Элементы Это Очень Частая Ситуация В Real Life Вот Хешировать Имеет Смысл Только Константные Объекты В Питоне Потому Что Иначе Как бы Это Сказать Иначе Непонятно Зачем Это Делать Представьте Объект Мы Взяли Из него Хеш И теперь Пользуемся Его Хешом В качестве Такого Условного Представителя Нашего Объекта Ну Например Для Составления Хеш Таблиц Для Поиска В этих Таблицах И так Дальше Если Этот Объект Будет Мьютабл То Мы должны Либо Каждый раз Проверять Что Объект Изменился Перегенерировать Хеш Либо Вообще Всегда Перегенерировать На Всякий Случай Вся Вот Это Вот Весь Бонус От Того Что У нас Идет Не Весь Почти Весь Бонус От Того Что У нас Работа Ведет С Целым Числом А не С Объектом Целиком Вот В это Постоянное Перегенерение Упадает Кроме Того Там Возникает Не Очень Приятная Задача Выяснение Изменился Объект Или Не Изменился Короче Говоря Хешировать Можно Константный Объект А Изменяемый Объект Хешировать Нельзя По этой Причине По этой Причине В питоне Почти Все Почти Все Изменяемые Типы Данных Имеют Свой Неизменяемый Так Назваемый Замороженный Аналог Frozen Вот Сегодня Об этом Будем Говорить Мы С вами Знаем Уже Два Похожих Типа Данных Bytes Byteray Один Изменяемый Другой Нет Вот Кстати От Bytes Наверняка Есть Хеш Ну Только Он Б Разный Вот А От Byteray Разумеется Нет Вот Буквально На пальцах Я хотел подготовить Что-нибудь Чтобы здесь Показать Но К сожалению Не успел Буквально На пальцах Прохожу Таблицу Еще раз У нас Не про это Лерция Вот Посмотрите Где не будет Прохожу Таблицу Сами Если вы Не вспомните Это прямо Сейчас Идея Стоит В чем Совершенно Непонятно Как нам Организовывать Ну скажем Поиск По множеству Произвольных Объектов Мы даже Сравнить В общем Не каждый С каждым Можем А даже Если можем Представьте себе Что это Строки Произвольной Длины Сравнение Строки Ну ладно Сравнение Строки Это Линейная Операция Но даже В случае Линейности Операции У вас 100-500 Строк Произвольной Длины Значит у вас Квадратичный Этот самый Алгоритм Имеет квадратичную Сложность Линейная Сложность Поиска Построки В строке И самих Строк Тоже 100-500 Штук Вот Если наша Задача Всего лишь Проверить Есть у нас Такой объект В коллекции Или нету Ну или В множестве То Было бы Очень Очень Соблазнительно Применить К нашему Объекту Хэш-функцию И Работать Дальше Уже Не с Объектами Произвольной Длины А с Целыми Числами Это Как минимум Нам сократить Время На сравнении На поиск И на Ну да На сравнении Следовательно На поиск Вот Но можно Пойти еще Дальше И собственно Это еще Дальше И приводит К организацию Хэш-таблицы Смотрите Предположим Мы взяли Хэш-функцию У которой Достаточно Маленькая Область Значений Ну не знаю Все Вся та же Тысяча Это идеальная Хэш-функция Для 500 Входных Элементов Из области Определения Она выдает 500 Различных Значений В диапазоне Там от Нуля до Тысячи Это значит Что Задачу Проверить Был ли у нас Встречался Ли у нас Один из этих 500 Исходных Элементов Из области Определения Эта задача Становится Задачей Константной Сложности Мы просто Берем Составляем Таблицу В эту таблицу Запихиваем Таблицу На Тысячу Элементов Эта таблица Будет Сохранить Единственный Бит Встречался Или не Встречался Напоминаю Функция Хэш-функция У нас Идеальна Она Для Области Определения Выдает Уникальные Значения В области Значений Причем В диапазоне От нуля До тысячи Понятно Что тогда Область Определения Должна Быть Очень маленькая Подможность 500 входных Элементов Значит Явно Их хватит На то Чтобы закодировать Тысячью Объектов Тысячью Записей В таблице Так вот Мы получаем На вход Какие-то Из этих 500 элементов Каждый раз Вычисляем Из них Хэш И в соответствующем Месте Нашей таблицы Помечаем Битиком Да Встретился Если после этого Нас спрашивают Встретился ли Такой-то элемент Нашей таблицы Мы вычисляем Из него Хэш Лезем в хэш Таблицу И смотрим Там единичка Или нолик Если Повторяю Функция Хэширования Уникальная То бишь Идеальная То есть Для всех Входных Элементов Области Значения Область Определения Выдает Разные Элементы Области Значения То на этом Наш поиск Закончен Вместо Того Чтобы рыться По всему Множеству Уже встреченных Входных Элементов Мы вычисляем Из него Хэш И смотрим Одна операция Индексирования Константной Сложности Нам показывает Был ли этот элемент С таким Хэшом На входе У этого Рассуждения Есть один Недостаток Какой? Идеальных Функций Не существует Да, спасибо Все функции Хэширования Вообще говоря Не идеальны И поэтому У нас может Случиться Так называемый Хэш Коллижн То есть Ситуация Когда Для двух Различных Элементов Из области Определения У нас Хэш Функция Взращает Два одинаковых Элемента Из области Значения Если Это все еще Хорошая Хэш Функция То есть Она Обеспечивает Хороший Разброс Ну в данном Случа В нашем Воображаемом Примере На тысячу Значений Это всего лишь Означает Что мы взяли Большое Подножие Область Определения Наши Тысяча Значений Настолько Забиты Что Там Даже если В области Определения Все элементы Разные Просто их Было очень Много Они большие Ну допустим Входные Строки Там Вот И да Вероятность Того Что два Значения Совпадут Она конечно Высока Есть два Способа Есть два Способа Сохранить Или по крайней мере Не сильно потерять В эффективности Хэш Таблицы В этом случае Оба этих Способа Заключаются В том Что мы будем Хранить Не только Один бит В котором Мы напишем Встретился Этот элемент Или не встретился Ну и сам элемент Нам придется Конечно же Тоже ходить Чтобы с ним Сравнивать Вот Таким образом Поиск Хэш Таблицы Будет выглядеть Так Нам показали Какой-то элемент Из области Определения Мы высчитали Его хэш Заглянули В хэш Таблицу По соответствующему Индексу Обнаружили Там Нолик И сказали Нет Такого элемента Не было Или Обнаружили Там Единицу И тогда Мы сравнили Входной Элемент С тем Который Хранится В хэш Таблице Если Они равны Значит Такой Элемент Был А если Они Не равны То Не было Проблема Состоит В том Что Когда Мы Хотим Записать В хэш Таблицу Сведения О двух Входных Элементах С одинаковым Хэш И вот Тут Эти два Способы Начинают Различаться Первый Способ Состоит В том Чтобы Хранить В хэш Таблице Не Один Элемент А так Называемое Ведро Бакет И в это Ведро Вскладывать Все Входные Элементы С одним И тем Ж Хэш У которых Произошел Хэш Колледж С точки Зрения Питона В общем Будут Списки Ну и Что Да Поиск Списки Линей Но Если Напоминаю У нас Входная Исходная Ситуация Такая Миллион Входных Элементов Тысяча Записей В хэш Таблице То есть Тысяча Ведер По тысяче Элементов Грубо говоря Ну В недостижимом Идеале Конечно То Если бы У нас Был Просто Список Из этих Миллионов Входных Элементов Это Нам В среднем Стоило бы Полмиллиона Сравнений То бишь Линейная Сложность Если У нас Супер Идеальная Хэш Функция И у нас Тысяча Ведер По тысяче Элементов Для входного Миллиона То Сложность Поиска Константная По хэшу И линейная По ведру То есть Там Корень Квадрат Из Вот Тем Самым Мы опять Получаем Сложность Ниже Чем Линейная Хэш Функция Хэш Таблица Работает Даже Тогда Когда Она Скажем Так Идеально Переполнена Почему Я все Говорю Идеально Ну Потому Что В реал Лайфе Конечно Не будет Так Что Миллион Элементов Вам Если У вас Тысяча Неравных Друг Друг Входных Элементов И Миллион Неравных Друг Друг Входных Элементов И Тысяча Значений Хэш Функции Нет Или Я не понял Вопроса И Второй Вопрос В чьи Говорны Зависит Разброс Допустим Вот Мы Допустим Видели Для Некоторых Элементов Куда Мы Стали 1.2.3 1.2.4 Там Хэш Зачем Хэш Смотрите Мне кажется Ну Понятно Что Разброс Зависит От того Как Реализована Хэш Функция В случае Конкретно Питона Мне кажется Я говорю Надо Почитать Какую Нибудь Литературу Более Серьезную Функция Хэш Выдает Значение То Разбросанное То Нет Из Каких То Соображений Скажем Для Целых Чисел Она Выдает Сами Эти Целые Числа Потому Что Это Очень Дешево Нам Не Нужно Никакого Арифметического Преобразования Делать Хэшем Целого Числа Является Это Само Число В случае Строки Я думаю Что Там Используется Какой Нибудь Хорош Ксор Со сдвигом Побитовым Что-нибудь Такое Вот Поэтому Вопрос От чего Зависит Разброс На него Ответ Такой На него Дает Ответ Капитана Очевидность От алгоритма Вот Не знаю Скорее Сего Нет Я думаю Что в случае Кортежа Хэш-функция Вычисляется Как функция От Идентификаторов Объектов Вот Но Врать не буду Надо посмотреть Я Вот Наизусть Не помню Надо посмотреть Что пишет Правильно Вот В любом Случе В любом Случе Если у вас Есть хорошая Но не идеальная Хэш-функция Ваш миллион Элементов Преобразуем В тысячу Что это Такое Ах Понятно Я много Болтаю Ваш миллион Элементов Преобразованный В тысячу Значений Даст Заполнение Ведер Ну Неравномерное В некоторых Ведрах Будет лежать Больше В некоторых Меньше Ну Какой-то там Разброс В которых Будет Там Тысяча Сто В которых Будет Девятьсот Как-то Чем 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 Числа Ближе Друг Друг Тем Функция Идеальна Другой Способ Состоит В том Чтобы Этот способ Хорош Тогда Когда Вы Не можете Вообще Изобрести Идеальную Хэш-функцию Вот У вас Есть Тысяча Там Не знаю Сколько-то 500 Входных Элементов У вас Есть Да Область Значения Немоверно Большая Строки Вот Что-нибудь В таком Духе У вас Есть Возможность Завести Хэш-таблицу Так Вот В этой Хэш-таблице Вы Просто Берете И Вычисляете Хэш Из Входного Элемента И Если Там Уже Есть Запись Что Элемент С таким Хэшом Был И Этот Элемент Который Вы Хотите Туда Поместить Не Равен Тому Который Лежит В этой Таблице Надо Произвести Повторное Хэширование Алгоритмы Повторного Хэширования Бывают Разные Например Можно Взять Соседнюю Ячейку Незанятую А Если Она Занята Соседнюю С ней Незанятую Но это Не очень Удобно Потому что Для почти Одинаковых Входных Элементов Можут Случиться Такие Цепочки Последовательно Занятых Элементов Хэш Таблиц В питоне Если не Ошибаюсь Вычисляется Повторный Хэш От того Хэша Который Был Вычислен Или Что-то В этом Духе Или Что-то Куда-то Сдвигается И он Опять Вычисляется Гарантируется Достаточно Хороший Разброс При Повторном Вам придется Правда Завести Таблицу В три раза Больше Примерно Чем То количество Элементов Которые Собирается Вы в ней Хранить Ну максимум В два раза Минимум В два раза Больше Иначе Хэш Коллижен Будет случаться Просто Сплошь и Ряд Но зато Поиск по Такой Таблице Особенно Если у вас Хорошая Хэш Функция Тоже Будет Вполне Линейным С умножением На какой-то Оверпровайжинг То есть Смотрите Пока у вас Очень мало Элементов В таблице Хэш Коллижен Достаточно Маловероятен Потом Таблица Заполняется 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 Когда таблица Заполнена Примерно Наполовину Вероятность Того Что следующий Элемент Который Вы хотите Захешировать Что его Ячейка Будет занята Довольно Высока Вот В процессе Ее заполнения Вы просто Вычисляете Хэш Очередного Элемента Который Хотите Положить В таблицу Проверяете Занята ли Эта ячейка Если она Занята И там Лежит Другой Элемент Неравный Тому Который Хотите Туда Положить Вы просто Выполняете Повторное Хэширование Получаете Новый Индекс И если Наконец Ячейка Свободна Кладете Туда Точно Так же Происходит Поиск Вы взяли Элемент Вычисли Его Хэш Пошли В хэш Таблицу Там Лежит Какой-то Элемент Ответ Да И этот Элемент Равен Если Он Пустой Ответ Нет Вот Два Способа Так называемые Закрытые Открытые Ширины Все время Забываю Какой из Них Какой Вот То есть С хранением Ведер И с Фиксированным Размером Таблицы Которая Превышает Количество Элементов Которые Собираетесь В ней Хранить Вот На этом Говорилье Заканчивается Вот А начинается Собственно Объект Питона Который Называется Множество И эти Объекты Эти множества В питоне Суть Хеш Таблицы Вот В том Самом Виде В котором Мы Только Что Обсуждали То есть Мы Берем И Описываем Множество Константных Объектов Вот Так Давайте Скажем Type Фигурных Скобочек Это Множество Эти Объекты Ну Давайте Там Точью Полот Эти Объекты Из них Составляется Хеш Таблица То есть Вычисляется Хеш Они Кладутся В эту Таблицу Вместе С Своим Хешом То есть По индексу Своего Хеша И Соответственно Поиск По множеству В отличие От поиска Скажем По списку Будет Чуть ли Что Нелинейным Понимаете Да Мы Составляем Как происходит Поиск По множеству Мы берем Пишем Например 400 Ин А Вычисляем Хеш Из Вот этого Элемента Идем В таблицу Под номером Этого Хеша Кстати Сказать Там используется Не функция Хеш Естественно Функция Хеш Слишком Большая Я сейчас Расскажу Что там Используется Там все Очень Просто Вот Лезем В эту Хеш Таблицу Смотрим По соответствующему индексу Являющимся Результатом работы Хеш функции От значения 400 Лежит ли что-нибудь Если лежит Мы сравниваем И говорим Да Является Если не лежит Нет Не является Если лежит Но не равно Мы производим Повторное хеширование И ищем Вот Та же самая Картина Как в случае Поиска Помните Мы говорили В идеальном случае Вообще Константно Поиск Залезли Проверили Сравнили Сказали Все В не очень хорошем Случае Нам приходится Немножко Погулять По этой таблице Посмотреть На Элементы Чьих и ших Сопадает Для того Чтобы Поддерживать Ну Достаточно Хорошую Эффективность Поиска В питоне Применен Тот же самый Метод Который Применен Помните В случае Списков Списк Это просто Динамический Массив Соответственно Когда Мы добавляем В список Очередной Элемент И Вот Той области Памяти Которая Для списка Есть Не хватает Область Памяти Просто Увеличивается В два раза Вот здесь Та же самая Картина Наша Хеш Таблица Если мне не Изменяет память Начинается С 8 То есть 8 элементов Вот Когда мы Добавляем туда Первые 4 То есть Заполность Хеш-таблицы Заполность Хеш-таблицы Становится Больше чем Наполовину Оно Увеличивается В два раза Их Становится 16 Если мы Еще туда Добавляем Элементов Она опять Увеличивается В два раза То есть Все время Поддерживается Все время Поддерживается Такой Объем Хеш-таблицы Чтобы количество Хранимых В ней Элементов Не превышало Ее половину Тогда С учетом Хорошести Функции Хеширования Да И соответственно Функция Хеширования Это просто Хеш С остатком Отделения На размер Таблиц Поэтому Там степень Двойки Ну чтобы Взять Просто Бички Отрезать И все Вот Пока Поддерживается Вот такой Заполность Не больше Чем пополам Или там От двух До двух От половины До двух Третей Я сейчас Не помню Какой там Верхний Урез И нижний Урез Поиск По такой Хеш-таблице Будет Все еще Почти линейный Вот И Собственно Для этого И Нужны В питоне Множество Множество Нужны Для того Чтобы по ним Искать Почти с линейной Скоростью В отличие от списков Поиск по которым Как мы знаем Что я говорю Константный Почти константный Поиск по множеству Почти константный Вот А не линейный А вот поиск по списку Он линейный Сори Множество В питоне Нужны Чтобы Искать По ним С почти Константной Скоростью Как видите Работает Работает Ин Работает Что там еще Можно Какие еще Есть Множество Функции Смотрите И да И нет Разумеется Если вы Хотите Чтобы поиск Работал быстро Вы должны Хранить То Чего вы Ищете В виде Множества Разумеется Если вы Каждый раз Когда вам нужно Искать по списку Сначала его Проходите циклом Делайте из него Множество В том Ищите по множеству То Это будет Немножко Более сложный Алгоритм Чем просто Пройти по списку И поискать Вот Понимаете Но тем не менее Тем не менее Вы правы Да Значит Если вы Обнаруживаете Что у вас есть Некое Множество Хешируемых Объектов То бишь Смотрите Так нельзя Список Нельзя засунуть Множество Хешируемых Объектов По которым Вы часто Ищете Принадлежит Ли этому Множеству Что-то То да Это должно Быть множество Кстати Сказать Множество Как вы Могли тут Заметить Да Как вы А кстати Там по-моему По-моему Поп Подерживается Какие методы Есть у множества Вы можете Множество Извлекать Один элемент Кстати сказать Можете Добавлять Туда Правда Не аппент А именно Аддд Почему? Потому что Порядок элементов Множества Не гарантирован Мне кажется Во Вот уже Видите? Это порядок Соответствующий Порядку Размещения Хэшей в хэштаблице А вовсе Не порядок Который Вы туда добавляли Порядок Размещения Хэшей в хэштаблице Вот Ну от нуля До не нуля Вот Значит Более того Вы можете даже увидеть Что продолжая добавлять Там эти элементы Внезапно Когда вы будете продолжать Добавлять эти элементы Они внезапно Могут даже переставиться Потому что В момент перестройки В очередной раз Увеличение Увеличение Хэштаблицы В два раза Там могут Индексы переехать Значит Поп Это Вынуть из множества элементов Дать его вам Разумеется Случайный Ну или скажем так Негарантированно какой Нет Не случайный Но неизвестно какой Один из элементов Вообще Множество В отличие от списка Это такая Штука Которая не поддерживает Индексацию Мы не увидим Не увидим здесь Не увидим здесь Метод гитайтин Среди этого списка Зато мы увидим Здесь метод Итер Ну почему нам не пройти По множеству Элементов Хотя бы И в непонятном порядке Что-то я очень много Говорю про множество А у нас еще Дофига тем сегодня Ну ладно Сейчас закончу Значит Смотрите Тем самым Раз есть метод Итер Значит Множество является Последовательностью Не индексируемой Но последовательностью Следовательно Что можно сделать Из множества Превратить в список Превратить в кортеж Передать Распаковать При Вот смотрите А А Б Звездочка Ц Только это не А А там XYZ Например Например В случае цикла Или циклического Конструктора Можно использовать Множество Да Там For Цикла Цин А Принк Ц Оно является Не индексированной Последовательностью Порядок Элементов Множества Вам не гарантирован Ну Как бы И фиг бы с ним Вот Кроме того Множество поддерживает Теоретика Множественной операции Смотрите А равняется Set От Range Вот там Не знаю От 1 до 5 До 6 О Понятно Да Мы сделали С последовательностью Множество B равняется B B равняется Set От Range Ну скажем От 4 До 9 B Равняется Равно Забыл А B Ну и с ними Можно всякие штуки делать Например А Н Б Что это такое? Пересечение Объединение Симметрическая разность Те элементы Которые встречаются Только в одном Точке Множестве Или в другом Или нет Это что называется Да Симметрическая разность Просто разность Элементы Которые встречаются В одном Не встречаются В другом Что там еще есть? Кажется все Вот Ну и чуть больше Чуть больше Чуть больше В виде В виде Этих самых А нет Плюс апдейт Да То есть мы можем Вычесть и добавить Или Ну и субсет Да Даже вот такое Что такое Субсет Понятно Да Если одно Множство является Подножством Короче Суперсет Ну в общем Тут много всего Интересного Значит Есть Метод Ремофф Который просто Ищет элементы Удаляет его из множества Конкретный Вот Методы clear Копи Ну все как обычно Ну как быстро За линейное время Вопрос в чем? Чтобы написать вот так вот Ну поскольку Поскольку Конструктор лист Можно сделать список Из любой Из любой Итерируемой последовательности А множество Как мы только что посмотрели Является Итерируемой последовательностью Вот Ну вы понимаете Да Что это линейная операция Нам придется завести Соответствующую память Под список Да И туда разложить ссылки На соответствующий объект А в остальном Никаких проблем Вообще В питоне Ну вот обычно Таких Никаких чудес Нету Да Там все Все что можно 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 делать Все что вы хотите А Ксор еще есть А Ну ксор это и есть Этот самый Вот Симметричная разность Да Вот Ну вот Множество К сожалению Множество Не может быть Самой индексом А ну не хешируема Да Мы не можем писать Вот так Увы Но у нас есть Замороженное множество И вот оно то Понятно да В чем дело Мы не можем сделать Теперь мы не можем его менять Вот Множество На которое указывает имя А Оно неизменяемое И вот оно может быть Индексом Оно хешируемое Если вы хотите Вот Итак Использование множеств Для двух вещей Первое Это Собственно Быстрый Близкий Константному Поиск Второе Это Теоретика Множественной Операции Весьма И весьма Полезная вещь Но еще Более полезная Вещь Это структура Данных Которая позволяет Хранить Произвольные Объекты Пользуясь Хешируемыми Объектами В качестве Ключей Смотрите Мы сейчас Создали структуру Данных Которая Говорит Следующее Вот Такой-то Ключ Был Или Не был Теперь Осталось Только на эту Структуру Данных Навесить Еще Одну Уровень Косвенности И сказать Вот по этому Ключу Будет Храниться Такой-то Объект Это то Что в большинстве Языков Программирования В которых Оно есть Называется Ассоциативный Массив В питоне Это называется Слова Дикшнер А да Кстати Я забыл сказать Что у множества Есть разумеется Разумеется Циклический Конструктор По-моему Так Обратите Внимание Что они Там Ну Не подряд Идут Ну Это Понятно Это Множество Забыл Сказать Ну Вот Теперь Про словари Значит Все Что я хотел Сегодня Рассказать Про словари Точно Не расскажу Потому что Времени Нет Ну И ладно Расскажу Главное Итак Словари Это Ассоциативный Массив То есть Он По ключу Являющимся Хешевым Объектом Хранит Произвольный Объект питона Задается Это Примерно Так Ключ Значение Запятая Ключ Ну скажем Куку Значение Ну скажем Изменяем Объект Ключ Какие Какие Ключи Значение Ну как-то Так Вот D Значит Смотрите Этот Объект Более Сложный У него Есть Например Метод Гитайтим То есть Его можно Переменять Операцию Индексирования Но в качестве Индекса Вы разумеется Ему Передаете Не число А тот самый Тот самый ключ Который Вы использовали В качестве Ключа Ну допустим D Что у нас там Куку Т Вот А какой-нибудь Там D123 Не существует Еще раз Это та же Самая Хеш таблица Но с Атрибутом А именно Со ссылкой На хранимый Под этим Под этим Под этим ключом Элементом Или Если хотите Ассоциативный Массив Или Если хотите Такой Массив У которого Вместо индекса Любой Объект Любой Ширм Объект Питон Внутри Это реализовано Ровно так Правда Вот Современный Нет Про современный Буду рассказывать В следующий раз Чтобы время Поэкономить Значит Пока что Пока что Вот Базис Про Словарь Значит Словарь Задается Так же Тоже В фигурных Скобочках Только Вот тут Через двоеточие Слева ключ Справа Значит Хранить В словаре Можно Что угодно Добывайте Словаря С помощью Операции Индексирования Мне кажется Операции Секционирования В словаре Смысла не имеет Вот Что еще Есть Разумеется Конструктор Словарей Циклической Что-нибудь Типа такого И Двоеточие И умножить на 2 Плюс 1 Нет Даже не так И умножить на 2 Плюс 1 Двоеточие Это индекс А это Значение Которое мы будем хранить Ну не знаю Там Стр Вот Нет Что бы такого Придумать Странного А Туполь От range От i Во Во Фор Фор И In Бум Что я сгенерировал Бессмысленный Бессмысленный Банч 7 и 9 Вот Это будут ключи Наших хранимых элементов А вот это Сами элементы Ну как было сказано Элементы могут быть любыми Например тюпли Поэтому По ключу 3 Будет храниться Тюпли 0 По ключу 5 0.1 По ключу 7 0.1.2 Ну вот 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 Я еще фильтр там мог вписать Вы помните Ив Что-то такое Словарь Довольно Да Значит Обратите внимание Что Если скажем В списке Операция индексирования Жестко Линейная Потому что список На самом деле Это просто Этот самый Динамический массив В питоне То в словаре Операция индексирования Вот это Вот Давайте мы напишем Дикт D равняется А здесь Побольше поставим Побольше 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 Попустим 2 12 О Видите Какое То в словаре Операция индексирования Что называется Почти линейная Если нам повезет То У нас будет Уникальный хэш И поэтому Мы сразу Влепимся В то место Где хранится Наша Значение Ассоциативное Ассоциированное С ключом Если нам Крупно Не повезет То У нас Может быть Там Соответствующий Поиск Соответствующего элемента Потребует Какое-то количество Операций Реиндексирования Вот Я сильно Я сильно Подозреваю Что можно Составить Очень долго Читая исходный Текст Насип Реализации Словарей Для вашего Конкретного Случа Боюсь Боюсь Что там Используется Случайное Число Поэтому Вы все равно Не сможете Это сделать Короче Существует Какая-то Вероятность Что у вас Все Индексы Попадут В одно и то же В одно и то же Ведро Но Эта вероятность Зависит от поведения Случайных чисел От фаз Луны От этого всего Так что Не обращайте Внимания Это вероятность Скажем так Вероятность Что компьютер Внезапно Убежит от вас Просто Потому что Все атомы Начнут лететь В одну сторону Она выше Может чуть ниже Не знаю Ну Вот Так что Индексирование По словарю Это достаточно Быстрая операция Понятное дело Что она тяжелее В том смысле Что надо Надо вычислять хэш Нам надо бегать По хэш таблице Нам надо смотреть Куда указывают Указатели с хэш таблицы Вот это все Но в остальном Это достаточно Быстрая операция Поэтому Словарь Это очень эффективный Способ хранения Вообще любых данных И он очень сильно Используется Внутри самого питона Об этом я расскажу В следующий раз А в этот раз Давайте Собственно Проговорим Про сами словари Что у нас есть Какие у нас есть Методы у словарей Ну во первых Мы можем получить Из словаря Итерируемую Последовательность Ключей Что? Да маленькая тоже Это все ключи его Это какой-то специальный Встроенный тип Под названием Диткис Потому что Раньше Во втором питоне Он прям список возвращал А тут В третьем питоне Все на итераторах сделано Зачем возвращать список Там где он не нужен Ну правда же Зачем нам возвращать список Мы поэтому Вот Давайте попробуем Type Спасибо, капитан Вот Ну это итерируемый объект Там есть итер Мы можем поставить For Мы можем распаковать Он индексируемый Если мне не изменяет память Ну-ка давайте попробуем Нет, не индексируемый Конечно Кстати сказать В новых версиях питона Возможно будет индексировано Я про это тоже скажу В следующий раз Вот Пока что нет Это все ключи Соответственно Есть еще Items Это Это все Значения Видите А, нет Items это все пары Ключ значения Это Values А, values Вот Values это все значения Вот Вот они А items это все пары Ключ значения Ключ значения Вот Вы можете создать Словарь из Списка пар Да Написать что-нибудь такое D равняется Dict Прямо конструктор И здесь пишем 1, 2 3, 4 5, 6 1, 6 Еще 7, 6 Как вы думаете Сколько в результате У вас будет Элементов Словарей Dict 4 4 4 4 4 Лишняя скобочка Вот сюда еще И вот сюда еще Да Из списка пар Из последовательности 4 За счет того Что У нас два одинаковых индекса Вот этот индекс одинаковый с этим Значит Выиграл какой? Выиграл последний Фактически Вы просто добавляете В словарь очередное значение Да Если там уже какое-то значение было То оно затирается Такая же фигня Кстати со множеством Я забыл сказать Да Вот если вы напишите так То получите вот это Ну очевидно Никто вас не будет ругать За то что вы добавили В множество Еще один элемент Товетов Самого множества Никто вас не будет ругать За то что вы в словарь По соответствующему индексу Перебили и положили другой элемент Наоборот Так и надо Вот Значит Методы Что еще есть у словаря Есть даже метод поп Ну как Что он выдаст А там попайтем Поп Поп должен выдать Вы должны сказать Какой именно индекс Вот То есть Д Поп Допустим 17 Вот При этом у вас Возвращается Соответствующий Вэлью И удаляется Соответствующий элемент Д Д точка попайтем Выдаст вам Первый попавшийся Бум Все Умер А это Д маленький был Хорошо Давайте Д большой Теперь Во Первый попавшийся Пару Да Первый попавшийся Пару Ключ Что еще тут Есть интересного Есть метод Get Который Фактически Это то же самое Что getItem С той лишь разницей Что если соответствующего элемента нет Он возвратит вам значение Вот такой Вот смотрите Вот у нас есть D равно Да блин Что нет такого D равно Во Вот у нас есть Словать D Если мы скажем D точка Допустим 123 Он скажет Извините Пора заканчивать Он скажет Нет такого элемента А вот если мы скажем D точка Get 123 Он возвратит Но Видите Он ничего не напечатал Значит Это значит Что это был Но Немножко другое поведение Чем у китайцев Причем Настолько другое Что можно написать Вот так вот А если что Напиши здесь Ну не знаю Если мы при этом хотим Чтобы туда этот элемент Попал То есть если 123 Элемент есть Возвратить его А если нету Возвратить ку-ку И сделать так Чтобы он стал равным ку-ку Надо использовать SetDefault Лишняя скобочка О Вот он Видите Да Вот смотрите Я сейчас напишу Вот так вот Он был Поэтому вернули То что было А вот если нет Записать туда И вернуть Как если бы он был Вот В отличии от Прямого индексирования Вам не надо делать Сначала операцию In Проверять Вот это все Словарь Является Последовательностью Смотрите У него есть У него есть метод Itter Помимо метода GetEye Метод GetEye У него такой Не очень удобный Наверное Нельзя по нему Сделать Индексирование От нуля до n А вот у него Есть метод Itter Это значит Что вы можете Включать словарь В распаковку Передачу параметров Любое преобразование Последовательности В последовательность Куда угодно Но Что вернет Последовательность Чего вернет Этот Итератор Последовательность Значения Если мне не изменяет память Давайте попробуем Лист от d Фиктор Последовательность индекса Последовательность ключей Значит То есть вы что можете написать For K In D Print D Катэ Понимаете Да Словарь является Последовательностью Но на самом деле Он вместо себя Подсовывает Вот это Вот что приезжает Когда вы говорите Итер от d На самом деле Содержимое вот этой штуки Последнее Что я успею сказать Про словарь Это Метод апдейт Смотрите Метод апдейт Это способ Добавить Один словарь В другой Это в общем Можно сделать С помощью Метода SetDefault В цикле Но в питоне Вообще Не очень Как это сказать Если Операция Которую вы хотите Выполнить С объектом данных Циклическая И при этом Смысл Вам этот цикл Не нужен Вам нужно просто Дополнить один элемент Другого Один элемент данных В другой То наверное Лучше Чтобы за вас Сделал этот питон На своем Эффективном способе Ну так вот Метод апдейт Ровно это и говорит Значит D.update Ну что-нибудь такое Ну и там Ну и там 0,2 Вот они Да Вот один Вот второй Понятно Update Сделать словарь И еще по-моему Есть метод FromKiss Только я не помню Что он делает Сейчас мы это посмотрим На этом закончим D.fromKiss Смотрите Что он делает Он делает Новый словарь С теми же ключами И пустыми Значениями Value D.fromKiss Что? А Value равняется Ну почему-то Ну хорошо Понятно Сейчас Это я уже не понял Странная штука Ладно Но тем не менее Она работает так Как сказано Вопрос в том Зачем ей второй параметр А если я так сделаю А Я понял Из каких собственно Ключей вы хотите Это сделать Понимаете Да? Ну допустим 11-13 Вот Из каких ключей Исходного Исходного Словаря Вы хотите сделать Новый словарь У которого Будут Значения По умолчанию Ну скажем Во Теперь я понял Ну и хорошо Значит На этом мы должны Закончить Потому что у нас Уже время Приходит к концу Значит Опять Я не успел Разобрать задачу Какую-нибудь Значит Не так С другой стороны Начну В числе Домашнего задания Снова будет Пример кода на питоне Потому что Мне хочется Чтобы Вы немножко Посмотрели Как вообще Устроено Думание на питоне Вот Может быть Я даже устрою На эту тему Отдельный кусочек Лекции Общее утверждение Следующее Программа на питоне Должна быть Короткая Если вы Закодировали Какой-то алгоритм На питоне А Он у вас занял Два экрана Этот алгоритм То Скорее всего Вы где-то Что-то Ошиблись Вот Потому что С одной стороны Если алгоритм Сам по себе Сложный Значит Его можно Распилить На маленькие Функции Каждая из которых Делать что-то Очень понятное И потом Сделать Суперпозицию Этой функции А во-вторых Большая часть Того Что может сделать На питоне Можно написать В одну строку Лишь бы эта строка Не была вот такой Если она становится Вот такой Напишите в две Вы видели Решение задач Которые Простых Которые я показываю Вот Так что С меня Разбор Какой-нибудь Задачи Видимо На На Множество Или на Словари Вот Ну и домашнее задание Будет соответственно На множество На словари Какое-то Я попробую найти Какую-нибудь статью По поводу того По поводу того Как именно Реализован хэш В питоне Не думаю Что там что-то Такое Очень странное Кажется На этом все Если есть вопросы Задавайте Так Что-что Еще раз Словарик Изменяемый Функция хэш Ничего не сделает Она скажет Что он изменяемый Поэтому нам нужно Сделать из него FrozenDict Это такой Такой же Такой же Тип Что Нету FrozenDict Нету Окей Я поищу Есть такой тип данных Только в третьем питоне Он куда-то уехал Окей Я запомню Что этот вопрос В этот вопрос Подвешен Больше нет вопросов Все уже побежали Все, всем спасибо До свидания Спасибо 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 Спасибо